МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ННК «Строй» – дочерняя структура Нинецкой нефтяной компании – планирует построить в Наринмаре завод по производству стройматериалов. Об этом на брифинге с журналистами региональных СМИ рассказал заместитель руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Михаил Фомин. Строительство мини-завода развернется на улице Рыбников на базе бывшего производственного комплекса Наринмар-Строе. В летний период будет завезено современное оборудование, которое позволит расширить номенклатуру выпускаемых железобетонных изделий, используемых в строительстве. Все контракты уже заключены, стоимость модернизации – более 300 миллионов рублей. Современное оборудование вкупе с новыми технологиями позволит ускорить процесс строительства жилья в регионе. Ожидаемая мощность нового завода – 20 тысяч квадратных метров жилья в год. Первые опытные образцы конструкции модернизированный завод выпустят уже в сентябре этого года. Это завод, который начнет производить конструктив для строительства здесь домов. То есть плиты-перекрытия, ограждающие конструкции, фасады. В принципе, это будет полный цикл. Кроме того, новое предприятие должно обеспечить оконное производство из поливинилхлорида и выпуска металлопластиковых окон и дверей. Полная модернизация предприятия должна быть завершена в октябре 2016-го. Планируется, что первые дома, возведенные по новой технологии, появятся уже к концу следующего года. А пока в регионе продолжается строительство уже начатых объектов. В текущем году строители планируют сдать в эксплуатацию дом по улице Макарабаева, шестисекционный дом на авиаторов, двухквартирный в Индиге, четырёхквартирный на Колгуеве, двухквартирный в Красном, по одному двенадцатиквартирному дому в Каратайке, Оми и Харуте и два четырёхквартирных в Шойне. Планируется также сдать в эксплуатацию и социальные объекты. В первом сентября у нас школа в Красном, наконец-таки, будет закончена. Да, там небольшой ещё раз говорю объём работы. Это восстановите лифт, который должен прийти в навигацию, и закончите работу по благоустройству. Школа в Индиге, у нас там есть проблемы небольшие с проектами. Сейчас должны нам поступить буквально на днях документы по финансовым затратам, которые необходимы для внесения исправления в проект. После этого будут приниматься дополнительные решения, но пока мы планируем её закончить до конца года. Школа в Цельвиске идёт с сопряжением графика. Кроме того, в этом году должны начаться работы по строительству детского сада на 220 мест на авиаторов. Все разрешения уже подписаны. Срок сдачи объекта – 2017 год. К 2019-му в этом районе появится и школа. На строительство двух этих объектов в текущем году выделено более 180 миллионов федеральных средств. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В округе объявлен аукцион на ремонт основных автомобильных дорог. Победителю аукциона предстоит выполнить работы по фрезерованию, нанести выравнивающие верхние слои из асфальтобетонной смеси, а также дорожную разметку, смонтировать искусственные неровности. Все работы по ремонту покрытия проезжей части будут осуществляться без перерыва для автомобильного движения с установкой временных дорожных знаков, перекрывающих только половину проезжей части. В частности, ремонтные работы будут проведены на участках Наринмар-Искателей, на улице Ваучейского от Хатанзейского до Ленина, на улице Ленина от Ваучейского до Пионерской. Все работы планируется завершить не позднее 31 августа. Начальная максимальная цена контракта составляет порядка 96,5 миллионов рублей. Согласно госконтракту, после завершения работ устанавливается гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие, которое составляет 5 лет, а на дорожный бортовой камень – 3 года. На дорогах Наринмара и поселка Искатели стало теснее. Сезон вождения открыли водители мотоциклов, скутеров и мопедов. Работы прибавилось сотрудникам ГИБДД. Водителей двухколесной техники автоинспекторы держат на особом контроле, поскольку мототехнику считают транспортом повышенной опасности, а за его рулем зачастую находятся малолетние подростки без права управления. Ежегодно в регионе происходит ДТП с участием мототранспорта. Печальную статистику этого сезона уже открыли. О том, кто имеет право сесть за руль мотоцикла, мопеда или скутера, и как обезопасить себя от несчастных случаев на дороге – в материале выпуска. Мощность, скорость и алкоголь. Итогом такой гремучей смеси стала ДТП в районе дома 38 по улице Ленина. Мотосезон в Наринмаре начался с происшествия. Авария с участием этого мотоцикла первая, и хотелось бы надеяться последняя в этом сезоне. ДТП произошло в результате того, что водитель, первоначальная информация, так как водитель не справился с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла, в результате чего пострадал сам водитель и пассажир, находящийся на мотоцикле. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла сотрудниками ГИПДД проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе, кто был за рулем в этот злополучный день. В результате ДТП пострадали двое – 1994 и 2002 годов рождения. Сегодня пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Один из пострадавших прооперирован исходно при поступлении, второму планируется операция. К сожалению, у наших пострадавших, у одного из них шлема не было. Поэтому там достаточно тяжелая травма, черепно-мозговая в том числе, с нарушением целостности костей. Согласно правилам дорожного движения, и водитель, и пассажир мототехники обязаны быть в застегнутых мотошлемах. Управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. По словам сотрудников ГИБДД, отсутствие шлема – это еще не самое частое нарушение на дорогах. Как известно, для управления мототранспортом, будь то скутер, мопед или мотоцикл, нужно водительское удостоверение. Обязательное условие для его получения – достижение 16 лет, обучение в автошколе и сдача экзаменов ГИБДД. Этим правилом зачастую пренебрегают малолетние подростки, считая, что мототехника – это игрушка, и забывая при этом, что езда без водительских прав – это нарушение закона. В связи с наступлением весенне-летнего сезона на территории нашего округа участились случаи управления мототехникой, подростками, без водительских удостоверений, без регистрационных документов. Согласно правилам дорожного движения, для управления мототехникой необходимо иметь водительское удостоверение разрешенной категории, а также регистрационные документы на транспортное средство. Для управления мотоциклами необходимо иметь водительское удостоверение категории М, А1, либо категории А, а также регистрационные документы на управляемое транспортное средство. Категория М и А1 – это как раз те категории, получить которые можно при достижении 16 лет. Категория М позволяет управлять мопедами, скутерами или лёгкими квадрициклами, если их технические характеристики соответствуют требованиям. Согласно определению, мопед – это транспортное средство с рабочим объёмом двигателя не более 50 кубических сантиметров. Под категорию А1 попадают мотоциклы с рабочим объёмом двигателя не более 125 кубических сантиметров. Управление транспортным средством без водительского удостоверения административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч. За передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. По словам Александра Стрепетилова, нередки случаи, когда родители дарят своим детям, не достигшим 16 лет, мототехнику, Регистрируют ее на себя, позволяют детям ездить без водительских удостоверений, а потом платят огромные штрафы. И дело даже не в деньгах. Таким родителям стоит помнить, что мопеды, скутеры и мотоциклы – это транспортные средства повышенной опасности. При отсутствии специальной подготовки под угрозой может быть жизнь вашего ребенка. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Смотрите далее в выпуске. Вода уверенно идет на спад. Голова ледохода в Нинецком округе приближается к Баренцеву морю. В Красном подтопило придомовые территории. Проверили намутность, запах, цвет и отклонение от санитарных норм. По данным Роспотребнадзора, вода в Печоре не представляет угрозы для населения. Голова ледохода в Нинецком округе приближается к Баренцеву морю. По данным гидрометеорологической станции Нринмары, сейчас она развивается в 25-30 километрах ниже Осколково. Уровень воды в районе деревни снижается и сейчас составляет 559 сантиметров. Редкий ледоход. Ниже по течению реки уровень воды не отслеживается. Гидрологические посты там не установлены в связи с отсутствием населенных пунктов. Кульский шар в районе деревни Куй освободился ото льда. В поселке Красное отмечен спад воды. Закрайны, вызванные холодной погодой и низкими уровнями ледоходной волны, сохраняются. Об обстановке в Приморско-Куйском сельсовете по телефону из Красного рассказал глава муниципалитета Виктор Таратин. Предполагается, что через сутки вода уйдет с придомовых участков. По реке Большая Печора чиста, на валы льда, на берегах, на Градецком шару разводья. Угрозы подтоплений населенных пунктов на территории Неницкого округа на сегодняшний день нет. Уровень воды в реке постепенно падает. В Андиге он достиг отметки 506 сантиметров, на Ринмаре 477. Ледоход в столице региона в этом году прошел 11 мая, на 8 дней раньше по сравнению с прошлым годом. Росприроднадзор не подтвердил загрязнение воды в Печоре на территории Неницкого округа. Мониторинг состояния воды в реке проводился в соответствии с поручением главы региона. Рейды организованы в связи с выбросом нефти в реку Ярика, нефтезагрязнением реки Ухтам, бассейн Печоры в республике Коми. Ситуацию на водоемах Неницкого округа контролирует Росприроднадзор совместно с Комитетом гражданской обороны. Отборы проб проводились 4 раза, начиная с 28 апреля. Незначительное превышение предельно допустимой концентрации веществ выявлено в пробе воды от 4 мая в районе нескольких населенных пунктов. Пробы, взятые 6 и 11 мая, в том числе донные, превышение санитарно-гигиенического норматива не выявили. В Управлении Росприроднадзора по Неницкому округу считают, что угрозы для населения водных биоресурсов водоплавающих птиц нет. В Неницкому округе появится 5 новых природоохранных территорий. Такую инициативу выдвинули и начали реализовывать сотрудники Департамента природных ресурсов экологии АПК. Площадь самой большой охранной территории будет достигать 600 тысяч гектар. В целом, после создания 5 новых особо охраняемых территорий регионального значения, их общая площадь достигнет 1,5 млн гектаров или 9% от общей площади субъекта. Не допустить сокращения ценных видов флоры и фауны и сохранить богатство природного наследия. Именно с этой целью на территории Неницкого округа планируется расширить сеть особо охраняемых природных территорий. До 2021 года в Неницком округе будут созданы два природных парка и три заказника общей площадью более миллиона гектар. Они будут созданы в местах, где необходимо ограничить влияние человека на природную среду. На сегодня готовы документы по обследованию территории будущего заказника Хайпудырский. Здесь основная цель создания ОПТ в районе Хайпудырской губы – это прежде всего, конечно, защита гнездоем мигрирующих водоплавающих птиц. Здесь очень ценные водноболотные угодни, ну и, конечно, ценные породы рыб, которые заходят сюда в Хайпудырскую губу. В 2016 году будет обследована территория еще одного будущего заказника – Паханческий. В Паханческой губе обитает множество ценных пород рыб, на вылов которых приезжают браконьеры. Также в этом году будет обследован район Тиманской тундры. Там планируется создать природный парк «Северный Тиман». Туда войдут памятники природы, каньон Большие ворота и каменный город. К 2018 году на территории округа появится заказник «Вашуткинские озера». Это крупнейшая в Неницком округе озерная система с прилегающими тундровыми участками. Еще через два года запланировано создание самого большого по площади природного парка «Югорский». Он займет более 600 тысяч гектаров площади региона. Кроме создания новых природоохранных территорий, будут развивать и ныне существующие, в частности, известные в округе и за его пределами термальные источники «Пымвашор». Мы планируем провести исследовательские работы с точки зрения бальнеологического значения термальных источников. То есть работы для того, чтобы мы могли получить бальнеологические заключения, насколько цены для человека вот эти радоновые источники, ну и потом рекомендации врачей, насколько вообще можно использовать эти источники с точки зрения лечения и так далее. Уже сегодня «Пымвашор» очень популярен у жителей республики Коми, которые приезжают купаться в минеральной воде зимой и летом. Так что новые особо охраняемые территории позволят не только сохранить 49 краснокнижных видов флоры и 14 видов фауны, они будут способствовать и развитию въездного туризма. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сегодня радостный день для болельщиков хоккея. Полярные волки стали призерами фестиваля любительских команд «Ночная хоккейная лига». Ее судьба Арктика. Такой проект сегодня во Дворце культуры Арктика представило региональное отделение «Союз женщин России» Неницкого округа. Это летопись женских судеб, внесших особый вклад в развитие региона. Вы знаете, был мороз. Я шла с девушками через этот сад. И нам холодно, мы все смеялись, кидали снежки. А я еще отчудила. Подбежала к липе. Это дерево липа. Ой, как хорошо отсечет и запах какой от липы. Ну вот. И вот так захватила. Вы знаете, мне в голову не пришло, никогда не приходило, чтобы за это пригодиться. Пригодились Неницкому округу не только фотографии, но и золотые руки Варвары Михайловны. Свое заслуженное звание «Почетный гражданин города Наринмара» ей присвоили за значительный вклад в природоохранную работу, озеленение города и большую общественную деятельность. Всю жизнь женщина отработала в Наринмарской сельхозстанции агрономом-озеленителем. Кроме Варвары Бабковой, на выставке представлены истории еще шести женщин. Это те женщины, которые, женщины-труженицы тыла, дети войны. Начинаем мы проект в Победный май, когда буквально мы отпраздновали 9 мая. Поэтому вот сегодня это презентация нашего проекта, который финансируется за счет средств окружного бюджета, выделенных для некоммерческих организаций грантов. Семь постеров с фотографиями и краткой биографией жительниц Ненецкого округа после Дворца культуры отправятся по населенным пунктам. В дальнейшем региональное отделение Союза женщин России Ненецкого автономного округа планирует издать книгу, в основу которой войдут истории героинь выставки. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Долгожданное призовое место заняли наши хоккеисты в фестивале любительских команд «Ночная хоккейная лига». Он прошел в Сочи. В этом году Ненецкий округ представляли «Полярные волки». Первый период «Полярные волки» начали со стремительной атаки ворот соперника, не давая противнику выйти из своей зоны. И на четвертой минуте игры игрок команды «Полярные волки» Сергей Шупта, открывая счет в этом матче, с отрицательного угла забрасывает шайбу ворота соперника. Еще один бросок. А вот теперь уже и голкипер команды Владимир Бобиков, команда «Империя». Вот его визаи проявился. А в матче... Ух ты! У нас какой кол! Затем буквально через несколько минут случилось первое удаление игрока «Империи» Василия Кладова. И когда до конца первого периода остается 9 минут, еще один виртуозный гол в ворота «Империи» забивает Сергей Шупта. Под 17-м номером, да, тут тоже Харламовский такой. Должен оправдываться. Ковальчиковский. Ковальчиковский. Иван Ткаченко. Первый период закончился со счетом 2-0 в пользу команды «Полярные волки». Начало второго периода принесло команде «Империя» долгожданный гол. На четвертой минуте Алексей Сидоров забивает в ворота «Полярных волков». Но через 4 минуты Сергей Шупта отвечает еще одним голом в ворота «Империи», тем самым забросив хитрик в этом матче. Для нас все-таки не очень доброе, мы же проиграли, да. Но это история, такова жизнь. Из-за 47 секунд до конца первого периода игрок команды «Империи» Алексей Ксенофонтов сокращает разы в счете. Второй гол он приносит своей команде. Напомним, Владислав Михаловский, кто не знает, это комментатор ночной хоккейной лиги и большой болельщик ЦСКА. Да! Второй период завершился со счетом 3-2. Через пару минут после начала третьего периода судьи назначают булит, который выполняет игрок команды «Империя». И решающий гол в этом матче забивает защитник «Полярных волков» Игорь Фокин. Счет на табло 4-2. Как таковой нет, то есть они сами не поняли, как это получилось. Команда Нинецкого округа занимает третье место в пятом сезоне фестиваля любительских хоккейных команд «Ночная лига». Дмитрий Марков, Телеканал «Север».